Всем привет! И это обещанное видео Что в моем скетчбуке Ну, собственно, давайте начнем с моего самого наименее унылого самого старого На первой странице у нас да, зарисовочки к приключениям ноги Собственно, зарисовался с своей ноги с кельчиковой Ну да, была у нас такая мысль как-то сделать компьютерную игру или породина компьютерную игру нарисованный шутер от первого лица только вместо дышащих рук и оружия у нас была бы нога, а в качестве антагонистов были бы двери много дверей Так, а вот сверху у нас вот эта вот штука это скетчик к аску на туннере который был благополучно заброшен Идем дальше О, это еще с тех времен, когда я торчала по Тимфортос 2 сейчас торчу несколько меньше моя перомаша на дьявольском надувно-роге Все это маркеры цветная тушь и прочие прелести Иногда создается такое ощущение, как будто бы с обратной стороны рисунок вылезет тушь особенно на парамаркерах Так, а вот это считайте мой сынок Алекс главный персонаж моего дипломного фильма по мотивам стихотворения блока Ночью улица фонарь Это тоже светная тушь О, а вот этот эффект был достигнут с помощью резинового клея О, грибочки Эти грибочки сделаны из разного Это из наборов Аберкастл для сепии Роса из синей туши Половольно так вот симпатично получилось Такие вот ротовички Так, это промаркеры Вместе с синей тушью Еще черный и белый Видите, милашки-махоморчики Это красные чернила И желтая тушь Тот же набор от Фаберкастла Вот эта вот очаровательная Плесень А, ну и акварельные карандашики Если приглядеться, можно увидеть здесь Линичка Мы никакой белаха Белаха же Так, ладно, идем дальше Да Одни из первых зарисовок Лоукхаусу О том про эту, который Кто-то из вас, может быть, знает, кто-то нет Но я надеюсь, это будет Хит, если когда-нибудь выпущу Я точно должна это выпустить Ладно, идем дальше О Это называется Купила себе Танечка Сиреневый промаркер И решила оторваться Зима вдохновляет По крайней мере, меня Такой вот пейзажик был у меня Возле дома Так вот очень симпатично лежал снег Ну и совушка Разумеется, возле его дома ее не было А жаль Утю-утю-утю Утю-утю-утю Вообще Начала его рисовать, вы не поверите Еще в колледже Отопила не так уж давно Уэкер-ботом Из компьютерной игры Дон Старв Вариакция на тему А что если Если бы в мире Дон Старва Было бы солнечное затмение Насколько бы все поехало То есть одновременно и полнолуние Поэтому у нас здесь Оборотень У нас день Поэтому и красные грибы У нас вроде как ночь Полнолуние Поэтому у нас и синие грибы Но по факту Что-то вроде сумерек Потому что у нас и зеленые Вообще все тут офигели Особенно Мандрегор с пауками Паника Ползем дальше О Котики Ну и первая зарисовка Кукер-ботом Не знаю здесь вообще видно Видно ли где Ну припомогу что видно Так Это по кожному заданию Кошарик-кошмарик Поэтому вот такой вот Кофарик Слово пыталась Спустя долгое время Порисовать своего персонажа Из диплома Получилась какая-то непонятная херь Если не видно то не страшно Честное слово Если не видно то не страшно О Это тоже наработки для Дипломного фильма Бабочка оттуда Прям таки наша звезда Оу Стапит юуу Идем дальше Все таки я очень надеюсь Что вы увидите Диплом наконец Это видок Из моего колледжа Нарисовано цветным Карандашом Совсем цветным И акварельным Голубым Тогда как раз была весна Все таяло И очень хотелось Чтобы было довольно таки Цветно Но Здесь получилось хорошо Если сфотографировать То это реально Из той же серии Что Ну серия фотографий Посмотри как прекрасен мир Без наркотиков Hello darkness My old friend I've come to talk with you again Ну ладно Бабросили и хватит И идем дальше О Да Еще один кусок мелоты Я заставлю вас полюбить насекомых Заставлю Бро Это поле Солнечный метлёк Тоже была такая мысль Наделать Серию детских мультфильмов А может быть не очень детских Но персонажик такой имеется Давно висит на Девиантерте Была бы окончена задумка И были бы люди Наверное бы сделала Вот так у меня дофига задумок И ни одна Не выполнена целиком А так это акварельные карандаши И немножечко вот где-нибудь здесь Здесь Филетовые чернила О Это Бро Привет Лех Правда на себя не похож Так вышло Но еще дальше было лучше О Вылитый Запомните ребята Если вы имеете дело с художником И вы говорите на портрет художнику похож То это в самом деле это один из самых ужасных Не до комплиментов Которым можно было бы сказать Но человек старался в конце концов Так А это Было на Инктобер Ну так да Это гранаты Стивена Юниверса Потрясающая женщина Кстати один из моих любимых персонажей оттуда Квадратная мама следит за тобой Пробую рисовать руки Руки это моя конечно вечная проблема Рисую я не так часто Так А это Скетчик Одного Потрясающего человечка На ее рождение Но в итоге Я решил сделать с несколько большим портретным всходством Ну и Получилось Вот это Ладно Идем дальше Оу Задумка на комикс Как со стороны Выглядит и слышится Точение Карандашей Ну да Это все мои form Разные мыслишки. Честно говоря, меня вот взбесило то, что вот работал-то, все было нормально, все было аккуратненько. Но нет, в общем, стоило поставить в сумку, и страницы начали друг от друга тереться. Натерлись они вот так вот друг на друга, и получилась вот эта вот поебень. Ну да, вот можно увидеть мой крик души по этому поводу. И идем дальше. А вот людишки из метро. Решил нарисовать их самих, и того, кого они мне напоминали. Вот, этот дядечка почему-то очень был похож на крысу, на мастера спринтера даже, я бы сказала. Эта девчонка выглядела крайне кукольно, поэтому даже здесь вот перерисовала и подписала папе. Крысу пропустила одну П, надо будет проверить потом словаря. Очень милая бабушка была, ну и просто тетенька напротив. Снова люди в метро, и снова моя боль. Так, сейчас выведу на экран, как это выглядело по-нормальному. Тут, как видите, не только мои рисунки, но и немножечко крика души. Один из них свалил, еще одна заметила, вот эта вот пышечка. Еще одна показалась похожей на обезьянку, правда она шевелилась постоянно, как будто бы у нее глисты. И это мы вас подбешивают. Так что запомните, люди, если вы едете в метро и видите человека с блокнотом, который его сверлят во взглядом, и при этом видно, что рисует. Пожалуйста, прикиньтесь, как будто бы вы этого человека не видели и сидите, как сидели. Потому что он вас именно так и рисовал. Так что вот. Тетушка Печаль. Вот у этой тетки, я не знаю, она так меня зацепила, потому что у него был такой вот брезгливо изогнутый рот. Вот так примерно. Меня это прямо аж разозлило, я не знаю. Ну и когда немного психанул. Немного успокоился. Да, вот такой вот дзем. Магический лес с сушеной орхидеей в середине. Тогда у меня довольно-таки долго хранилась тушь. Надо было ее как-нибудь оприходовать. Апрель 2015-го. Я иногда пропускала некоторые страницы. Думала, что в середине надо было как-то полегче. К тому же надо было как-то это спрессовать. Потому что здесь свершенный цветок. Здесь цветная тушь, чернила, пастельные карандаши, белая ручка и меловой карандаш. Ну и разумеется, сушеный орхидейк. У меня такого же типа есть в крафтовом скетчбуке. Поэтому как-нибудь если я его закончу и вам захочется еще увидеть, я может быть сниму видео по об этом. Ладненько. Дальше. Это тоже все началось с одного мужика в метро. У него были не очень хорошие зубы. Нижняя щель сильно выпирала вперед. Это если я утрировала, то совсем-совсем чуть-чуть. Образ пришел практически сразу. Я решила, что это обязательно должен быть русал-удильщик. Потреб этой жизнью. Такая вот небольшая освободка типажа. Ну и собственно это перешло в готовый настоящий арт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь я пробовала акварельные карандаши. Пошло все не так хорошо, чтобы не хотелось. Поэтому решила добить немного синими чанилы. Влага оставались. Но к сожалению они здесь тоже отпечатались. Ну а вот роза кварц я этот нарисовала во время поездки в Венгрию. К сожалению мы потеряли одного из самых близких мне людей. Ну это отдельная история. Достаточно грустно, чтобы ее сейчас рассказывать на камеру. Так что вот. О, кстати. Собственно после Венгрии его так перекорежило. В Венгрии были купальни. Мы туда регулярно ходили. Мне тогда очень захотелось порисовать. Я его положила к себе на коленку. Она оказалась достаточно мокрая, чтобы его так вот раскорежило. Ну так получилось. Ладно. Жаль, я этот рисунок так и не доделала. Я его уже никогда не доделала. Ну пусть он побудет в таком формате. Ну вот думала, может быть это будет не скайбер, что прям как комикс, а вот как коллаж. Да, кстати, это та самая сцена, где роза выпускает цветущий мох весной. Продолжаем тему Стивена Юниверса. Малахит в баночке. О, а это привет от Димаси. Я его попросила оставить в него автограф в виде рисунка. Разумеется, гранат, яшма, ну и лазуритик. Так, ползем дальше. А, это была попытка сделать Кимсону. Ну и разумеется, адаптация криминального чтива. Вообще я хотела сделать полную адаптацию даже целой сцены, где Джулс и Винсент сговорят о массаже стопы. Так вот я думала, как бы адаптировать этот диалог под вселенную 63. Ну, вы знаете, правило 63, если в метеопространстве существует персонаж, то обязательно найдется кто-нибудь, кто думался сменить его пол. Поэтому это было бы Джулий Винфилд и Виннис Вега. Опиши, как выглядит Марселина Уоллес. Чего? Скажи еще раз чего. Скажи еще раз свою гребаную чего. Давай, рискни. Скажи еще раз свою гребаную чего. Она черная. Еще? Она лысая. Она выглядит, как Жигола. Чего? Она выглядит, как Жигола. Нет! Ну, маменька, идем дальше. Кстати, да, с этой стороны выглядит даже лучше. О, да блин, да это же Майкл Джексон. Да, это положение вариации на тему. Мистер Милл Лорис. Как бы выглядел персонаж Умой Турман, хоть какой-то мужчина. Ну и на заднем плане Виннис Вега. Наверное, не очень хорошо видно. Жаль. Тоже автограф. Это от Кельчика. Это Передот и Жемчуг из Стивена Юниверса. Бедесная версия Жемчуг. Специально тоже для Ингтабря. Ультрамаленькая подпись. В общем, я не знаю, меня так зацепила этот образ. Тот, кто его сделал, просто чертов гений. Ну и... О! Нечта. Тоже для Ингтабря. Может быть, это не очень потрясающе, но... Я прямо отдыхала, пока это делала. Было очень приятно. И, кстати, вот... Я не знаю, возьмет ли это камера или нет. Но вот... Здесь и здесь... Есть элементы с люминофором. Эта штука светится в темноте. Я вам покажу, если получится. Ну ладно, полагаем дальше. Большое тыблочко. Тоже цветной тушью. То есть, все это не акварель. Это разная цветная тушь от гаммы. Я не знаю, почему все время все наезжают на гамму. И я даже не знаю, выпускает ли она еще такие чернила. Но вот в каких магазинах не спрошу. Все время говорят, что нету. Нету. А нету, потому что не привозили. Или потому что не упускают. Или потому что разобрали. Никто не говорит, к сожалению. Ну, кстати, тоже. Ввиду того, что это все чернила и тушь. Тоже записала это в инктубрь. Какое коварство. Ладненько. Это на 200 подписчиков, кажется, ВКонтакте. Кстати, спасибо этим людям, которые там были еще раз. И тем, кто остался. И вместе со мной встретил 500. Это рисовал мамины ноги. Так, спалдем дальше. Это писанина, говорильня. Тоже планировала это запихнуть в лонгхаус. Ну, в общем, давайте не будем это читать. А давайте оставим эту неинтересную тему и вернемся к... Так, а это меня вдохновила композиция Си-2-Си Дельта. В общем, я на этом месте представила себе персонажа, который бы управлял металлом, как магнит. И при этом, скорее бы, имел возможность больше отталкивающую магнитическую, чем притягивающую. Наивная попытка рисовать птиц. Слава яйцам, что не видно. Давайте дальше. Это первый набросок к Алисе в подземелье. Да-да, вот этот самый набросок. Вот эта самая страница. Знаете, я сделаю этот комикс. Я очень надеюсь, что на меня не наивлют. За то, что это очередная адаптация Алисы в стране чудес. Потому что так оно и есть. Ну и вот. Был у Танечки завтрак. И решила Танечка завтрак нарисовать. Знаете, он был весьма вкусен. Отвечаю. Кофеечек, сливочный сыр с клубникой, нутелла с бананами. Все это на свеженьких тостах. Сказка. Ладно, давайте дальше. Немножечко ноготы. Не обязательно эротической. Хотя некоторые особо выдающиеся школьники любую ноготу примут за эротическую. Ну и вот мои напоминалки для себя. Можете воспринимать их даже на свой счет. Запомните, никогда не рисуйте без построения, если вы не научились уже хорошо рисовать с построения. То есть не надо себя переоценивать. Особенно, когда дается возможность потренироваться. Так, и немного отвлечемся на людей в метро. Слегка подвыпившая пара. И вообще даже просили у меня фоточку для инстаграма. Правда, вряд ли они там оставили мой хэштег. Они вряд ли его вообще увидели. Ну, в общем, ладно, я их не меняю. Черт возьми, я хочу людей. Хочу популярности. Ну, чуть-чуть. Пожалуйста. Пожалуйста. О, она же. Прикол состоит в том, что эта Демасия оставила меня у нее на дне рождения. Тоже про маркеры. Как это называется? Только ты, я и джаз-дэнс. Демасия подпевала. Так что вот это вот мое. Это джаз-дэнс, а не караоке. Ну да, с обратной стороны это особенно смотрится. Немножечко говорильнее. Ну и еще немного приколов со дня рождения Демасии. Не знаю, сколько хорошо тут видно вообще. I was a fool. Те же, сука, пицца. Те пицца. Кстати, тогда мы ждали эту пиццу действительно долго. Не, вообще обещали привезти ее через час, а привезли через два. Ладно, ползем дальше. Так, давайте сделаем вот так. Немножечко тоже крика души. Это когда меня погнали с АЭС объявления. Давайте это пропустим. Первые зарисовки к Лонгхаусу уже как к комиксу. Не вроде первые. Здесь персонажи уже больше похожи на себя. Особенно вот этот. Я даже пока не знаю, как ее назову. Но точно знаю, что это полковник. Мне хреново с именами. У пиратов нормально с кличками, а у меня наоборот. У меня нормально с названием мест. Ладно, здесь очень много говорили. Если я это все расскажу, то это я просто солью сюжет. Ну, еще одна небольшая зарисовка. К этому же. Я еще рассчитывала продолжить, поэтому оставила место. Еще мне мало. Кажется, дальше будет пустая страница. Ну да. Снова очаровательные чувачки в метро. Когда спокойно рисуешь людей, когда находишь людей очаровательными, но не подойти и познакомиться. Потому что ты циклон. Да, я тоже циклон. Давайте дальше. Потрясающий Саша альпинист. Нет, серьезно, он альпинист. Нам его на наброски пригласила наша HR. Еще прикольный чувак. Нарисовать его самое то. Каждую мышцу можно прям вот отдельно прорисовывать. В общем, чувак хорош. Реально хорош. Больше мужских сезек. Больше. Серьезно, мне его руки с торсом хотелось прорисовывать гораздо больше, чем лицо. Хотя у него было достаточно интересно. Прямо я такой, Человек-паук. Кстати, я с боевым самым любимым персонажем. Дальше. А, да. Нарисуй меня, как своих французов, дорогушек. Еще немного очаровательных чувачков из метро. Ми-ми-ми. Снова потрясающий Саша альпинист. Ну и заодно дизайн для татуировки Визмута. Специально для АСКО. Там был вопрос. Кузнецы рулят. И я вот решила, что... Ну, слушайте, вы кузнецу обращайтесь. Конечно же кузнецы рулят. Одна была вывода не сомневаясь. Давайте еще и впишем эту татуировку. Так, сползем дальше. Снова немного Саша альпиниста. Блин, вот вечная проблема. Как так-то? Как так? Это же даже не про марки. Я не понимаю, за чего он тут. Еще немного Саша альпиниста. Здесь он даже получше выглядит. Так, сползем дальше. Да. Здесь он прям хорош. Ладно, дальше. Ну и первые зарисовки от тетушки Савуи. Да, той самой. Увидела как-то тоже бабушку в метро. И она показалась такой похожей на Саву, что вот решила, что думаю, такой персонаж просто обязан быть. Такой вот нестандартный фуль, как его назвали на Дэви Антарте. Кстати, хотите прикол? Именно за эту работу я получила Daily Deviation на Дэви Антарте. Господи, вот что не так с людьми? Нет, я, конечно, люблю своих персонажей, но, блин, ну... Daily Deviation? За это? Что? Так, ладно, ползем дальше. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что все это несправедливо или странно, но, тем не менее, я рада, что люди оценили. Кстати, тут мышка сидит. А вот и пародия на Кшиштяна. А затем они поцеловались! А затем потрахались! А, как здорово! Я буду такая популярная на сайте фанфиков! Вот, это первые разработки для нашей совместной работы. Мы, Демасия, Килли и я, делали заставку к Судорскому фестивалю. Главные персонажи обязательно должны быть гусь и девочка. Мы решили, что это будет ресторан, но все никак не могли решить с временем. Я подумала, что это могли быть, я не знаю, 60-е, а потом решили, что это пусть будет во времена последнего узкого царя. Наташа, пожалуйста, не трогай меня! Но, во что это вылилось, вы, наверное, видели. Кстати, это далеко не последний комикс на эту тему. Ладно, давайте дальше. Более портретный вариант. Тетушки-совые. Это тоже на проску, он был сделан так раньше. И начало Алисы в подземелье. Тут плохо получилась композиция, но я над этим буду работать. Главное сделать. Раскадровочка к Алисе в подземелье для первой главы. Ладно, дальше не будем сливать, потому что... Снова наброски. Снова я забываю о том, что построение о боже нужно. Ну, да. Снова голые женщины. И последняя страница из заполненных. Тоже очаровательные люди метро. Вот этот чувачок полхвост. Прелесть. И опять я засала с ним заговорить. Очаровательная пара. Очень разных людей. Но, тем не менее, им на друг другу было вроде комфортно. На них можно было порадоваться. Ну, в общем, это конец моего скетчбука. А может быть не конец. Так, тут пусто. О-о-о-о! От Кельчика! Питер Эдишн. Точняк! Кажется, это было нарисовано и на то время, когда мы поехали в Питер. Та самая легендарная ситуация, когда ты поехала в Питер за компанию, а компания не поехала. Кельчик, спасибо. Ну и фирменная наклеечка с стендапом Бэткомедиана. Жень, привет! Я знаю, ты меня не знаешь, но, тем не менее, в видео ты шутишь лучше, чем на сцене. Без обид. Вот. Такой скетчбучик. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, это не было совсем бесполезно. Не выглядело какое-то хвастовство. Потому что хвастаться не так уж ни с чем. Я надеюсь, это было весело. Спасибо, что пришли. И... Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok